Дунаевский 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 Они не принадлежат этому Направлению Они просто сами по себе Вот те же Битлз Принадлежат ли они к року Как их причисляли раньше Или к массовой песне популярной А думаю что нет Что их сила в том Что они преодолели все это Что они первые употребили в своем творчестве Струнные инструменты Струнный квартет Ну это уже в последних альбомах Это Литт Бит Они к этому вышли Они вышли вообще к музыке. Поэтому очень трудно сказать. Макаревич, мне кажется, это тоже... Может быть, когда они сидели в подвале, и их никто не знал, может быть, они рока играли. Но то, что они сейчас, это, конечно, не рок. Ну, это хорошие, добротные стихи Макаревича, или там кого-то ещё из ребят, которые это делали. Ну, текст Макаревич, там музыку и Кутиков, и Макаревич, и Маргулис. Мне кажется, это очень добротная, хорошая, так называемая, авторская песня. Но я не хочу обидеть и сказать, что это... А вы уже обидели. Не костровая, не костровая песня. То, что Горбинщиков, на мой взгляд, это вообще никогда не было роком. Это тоже какой-то особый жанр, талантливый человек, несомненно. Что-то такое очень, очень такой, знаете, сам в себе. Очень лирически, через какую-то свою признанную воспринимающую действительность. Творчество это? Творчество. Ну, назвать ли это роком? Ну, какой к чёрту рок? Рок всё... Ну, назвать это музыкой, хорошо. Это музыка. Это вот его индивидуальная такая вот музыка. Хотите, принимайте, хотите, не принимайте. Дело зрителя. Аградский, он опера пишет. Приняли, приняли, хорошо. Талантливый человек. Это, кстати, доказывает ещё одну вещь. Ведь музыка и стихи у него очень непростые. У Гребенчакова? Да. Ведь очень они витиеватые все. А народ принял. Значит, можно народу давать не только два притопа, три прихлопа. Опять не будем употреблять те имена в суе, о которых мы уже немножко говорили. Значит, можно давать какую-то более изысканную часть музыки? Можно. Вот. Значит, третий человек, которого вы назвали, Градский, он в основном всё-таки исполнитель. Хотя он будет сейчас, если бы он сидел здесь, сейчас бы он брызгал слюной и говорил, что он композитор. И всё, композитор. Ну, конечно, он композитор. Конечно, композитор сочиняет музыку. И очень неплохую. И всю жизнь сочинял. И кино писал. И оперы писал. И всё. И мюзиклы писал. Он всё делал. Но, тем не менее, он прежде всего потрясающий певец. Был и остаётся. Лично для меня. Я не умоляю его достоинств творческих. Но это совсем другое дело. Поэтому он не рокер, опять же, в том понимании, в котором есть. Пел ли он рок? Пел. Но пел и не рок тоже. Пахмутов тоже пел. Понимаете? В Большом театре пел. Да. Понимаете? Да. И в Большом театре пел. Так что, это очень разные вещи. Но, на мой взгляд, русского рока такого понятия нет. Нет. Это люди все творческие, они добившиеся определённого успеха. Кто меньше, кто больше. Кто стал жутко популярным. Кто им не стал. Но такого понятия нет. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30. На телеканале Москва 24. На телеканале Москва 24.